Всем, кто сегодня присоединился к нам, сегодня у нас очень торжественный момент. Мне хотелось бы сегодня передать ключи от четырех автобусов. Данный автобус ИЛИАС мы получили по федеральной и региональной программе с местным софинансированием по поддержке маломобильных групп. Поэтому сегодня будет продемонстрировано, как работают эти автобусы, каким образом люди, которые ограничены в своих действиях, инвалиды наши, могли бы передвигаться по городу Кингисеппу, по Кингисеппскому району и чувствовать себя так, как все граждане. Поэтому, Александр Владимирович, мне очень сегодня приятно вам передать четверо ключей. Сегодня мы уже больше года немножко умалкиваем, наверное, о том, что у нас все-таки состоялся очень хороший проект. Это частное и муниципальное партнерство. Кингисеппский район нашел все-таки инвесторов. Мы многие годы были в поисках, нашел инвесторов, которые не побоялись прийти к нам в район, не побоялись прийти в парк, который имел миллионные убытки, к сожалению, от перевозок, потому что был изношенный старый транспорт. И сегодня мы видим, что в душе руководства Александра Владимировича, мы сегодня видим, что приобретено еще 12 пазиков новых. Часть из них уже переведены на газ для того, чтобы сдерживать рост тарифов, для того, чтобы наши перевозки были доступны всем гражданам. У нас есть далеко идущие планы. Я очень благодарен вам, что вы за это время, которое прошло, стабилизировали ситуацию предприятий. Я очень благодарен тому, что слаженный коллектив, костяк коллектива был сохранен. Я думаю, что люди, работающие в автобусном парке, водители и многие другие, кто обеспечивает выход на линию, сегодня, наверное, понимают, что у парка есть будущее. Мы продолжаем строить планы вместе с Кингисепским автобусным парком. Есть свидетельство тому, еще раз подтверждение тому. Это вот эти новые красавцы автобусы, это новые пазики, которые сегодня летают по Кингисепскому району. Но сегодня праздничный день, в общем-то, да, потому что у нас на линию выходят новые автобусы. Но в этот день все равно хочется сказать и признать, что проблемы в парке остаются. Мы должны продолжать обновлять подвижной состав, мы должны развивать внутрирайонную маршрутную сеть. Очень четко понимать, что не все население может пересесть в такси или в личный транспорт. Поэтому большое внимание в дальнейшем будет уделяться этому направлению. Александр Андреевич, еще большое-большое вам спасибо. Спасибо. Ну, на самом деле, событие действительно для нас это праздник, да, почему? Потому что тот год, которым мы работаем на этом предприятии, он завершился практически исполнением всех планов, которые мы наметили. Несмотря на кризис, несмотря на то, что происходит в стране, там, с долларом, с евро, у нас на сегодняшний день все идет по плану. Сейчас новые автобусы. В течение трех лет мы собираемся обновить полностью парк. Средний возраст автобуса в апреле прошлого года был 16 лет. На сегодняшний день средний возраст автобусов в нашем парке составляет 7 лет. Поэтому это показатель действительно, как бы, что... Два с чем-то раза сократили возраст автобуса. Это первое, да. Мы наладили, в конце концов, нормальные ремонтные работы, да. У нас объективно сейчас, если сравнивать с прошлым, даже с прошлым годом, практически не бывает срывов-перевозов. Если в прошлом году это составляло 3-4% срывов, то сейчас это меньше 0,01% что-то такое. Самое главное, что у нас понимает в нашей администрации, мы настолько плотно и правильно работаем, я считаю, что это такой наш действительно большой успех. Если на самом деле есть два водителя на одном автобусе, есть водитель, как бы, на одном автобусе один, в зависимости от того, какую работу он будет. Водитель, прежде всего, он должен быть профессионалом. У нас... Почему? Мы возим людей, да, и безопасность людей – это самое главное, как бы то ни было. Поэтому нужны новые машины, нужны профессиональные водители, водители, у которых хороший стаж, без аварийной езды. Ну, базики – это 5-7 лет. Ну, мы это планируем, а эти автобусы – от 7 до 10 лет. Мне ну, стоит сказать, Александр Владимирович, что вот именно эти автобусы, еще раз заострить внимание, и сейчас водители продемонстрируют, они сделали именно в том числе для мобильных групп. Вот там значок. Да, да, здесь можно, в этот автобус можно заехать на инвалидной коляске, по требованию по остановке выйти там, где положено. Наши партнеры, наши теперь акционеры подошли комплексно к решению вопросов о экономике предприятия. И это очень важно. Они сегодня организовали свой заправочный пункт. У них теперь оптовая закупка топлива. Они перешли частично на газ. То есть это экономия, экономия, экономия средств. Соответственно, чем больше они экономят, чем больше они оптимизируют предприятия и увеличивают качество своих услуг, тем мы находимся в безопасной плоскости в увеличении тарифов. Если у наших соседей, допустим, тарифы увеличатся на 30-40%, они очень подвержены под топливо, под еще какие-то инструменты, то здесь, естественно, мы будем надеяться, что если будут росты тарифы, то только крайне объективными для нашего населения.